Чувашская делегация Минспорта страны в Чебоксарах построит региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Кочетова. Из федерального бюджета в следующем году на это выделят 180 миллионов рублей. Министр спорта Павел Колобков отметил, что в отличие от ряда регионов, где построенные спортивные объекты используются только на 60%, в Чувашии они практически полностью загружены. Во время встречи стороны предварительно договорились о проведении сотого чемпионата России по легкой атлетике в городе Чебоксары. Учитывая успешный опыт Чувашской республики в организации крупных спортивных мероприятий, Павел Колобков выразил готовность поддержать нашу заявку. С 20-го года 20-го века началась история Чувашии как автономной области. Управлялась она тогда областным съездом советов. В 25-м постановлением президиума в ЦИК ее преобразуют в Чувашскую АССР. До 30-х годов идет укрепление национальной государственности. Принимают конституцию, определяют, как будут проходить выборы высший орган государственной власти. Летом 1938 года начинает свою работу Верховный совет Чувашской АССР. В первый состав законодательного органа вошли 29 рабочих, 41 колхозник, 26 служащих и представителей интеллигенции. Они избирались на 4 года. Верховный совет республики функционировал с 1938 по 1994 годы в составе 12 созывов и осуществлял законодательные и контрольно-распорядительные полномочия. На научно-практической конференции Верховный совет Чувашской АССР и процессы национально-государственного строительства исторические опыты и уроки собрались те, кто многие годы трудился на законотворческом поприще. Александру Петрову, председателю президиума Верховного совета Чувашской АССР 11 созыва, глава Чувашии вручил орден за заслуги перед Чувашской республикой. В общей сложности я депутатом Верховного совета Чувашской республики избирался 7 раз. Был избран депутатом Верховного совета Российской Федерации, был заместителем, председателем президиума Верховного совета России, был избран народным депутатом СССР. Высший орган государственной власти более полувека определял развитие региона. В активе депутатов Верховного совета принятие декларации о суверенитете республики, закон о государственных символах Чувашии. Некоторые из них впоследствии работали в парламенте России. Именно они начали активно вовлекать своих избирателей в общественно-политическую жизнь, формирование органов власти. В 1994 году Верховный совет Чувашии передал законотворческую эстафету к Государственному совету республики. Многие парламентарии продолжили там свою работу, успешно применив накопленный опыт и знания. Глава Чувашии подчеркнул, сегодня Госсовет продолжает лучшие традиции законодательного органа. Очевидно, вот это деловое и открытое общение с народом, с избирателями в нашей совместной деятельности, это уже с исполнительной властью и с теми организациями, которые сегодня тоже свою активность проявляют, мы всегда их выслушиваем, дает нам сохранять и укреплять стабильную общественно-политическую ситуацию. Международный форум «Россия – спортивная держава» в эти дни проходит в Ульяновске. Известные спортсмены, бизнесмены, руководители спортивных организаций, представители правительства страны и главы регионов приехали сюда, чтобы обсудить, как в России до 2024 года будет развиваться физкультура и спорт. Ну, то, что Россия – спортивная держава после мундиаля, знает весь мир. Однако правительство страны ставит новые амбициозные задачи. К примеру, к 2020 году спортом должны заниматься 40% населения. Что касается нашей республики, то этот показатель мы уже перешагнули. По данным Министерства спорта, систематически занимаются у нас 42% населения. Для жителей Чувашия занятие спортом – это норма жизни, отметила заместитель министра спорта России Марина Томилова. У вас созданы, мне кажется, условия для всех категорий населения и в муниципальных образованиях Чувашской республики и в городе Чебоксары. Более 60 всероссийских спортивных и физкультурных мероприятий по нашему единому календарному плану проходит в течение года в Чувашской республике. Желаю искренне всем жителям Чувашской республики продолжить эти лучшие спортивные традиции, находить минуты и пешком ходить на девятый этаж, делать утром дома утреннюю гимнастику. Это вот нигде в приказе не напишут. Это вот личная философия конкретного человека. Но из 42% не предел. К 2024 году заниматься физкультурой должны уже больше половины россиян. 55%. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин. Задача федеральных, региональных, муниципальных властей создать все условия для развития массового спорта, обеспечить доступность спортивных сооружений, адаптировать, сделать удобной для занятий спортом инфраструктуру больших и малых городов, сельских поселений. У нас потенциал или там внутренний резерв еще огромен. Объекты строили и будем строить, а то, что взаимодействие у нас налажено с разными федерациями по разным видам спорта, это очень здорово. Я очень много руководителей увидел, договорились о перспективе дальнейшего сотрудничества по выполнению поставленных задач президентом России. Один из таких разговоров застала наша съемочная группа. А вам отдельное спасибо за один из лучших скейтпарков в стране. Потому что я еще президент федерации скейтбординга. Это теперь олимпийский вид спорта в Токио 2020. И вот сейчас недавно я еще не был. Скейтпарк, о котором идет речь, открыли прошлым летом в микрорайоне Новый город. Президент федерации скейтбординга страны Илья Вдовин предложил Михаилу Гнатьеву провести там большое федеральное соревнование. К примеру, этап Кубка России. Данный парк – пример частного государственного партнерства. То есть на определенных условиях его построил генподрядчик микрорайона, а затем передал объект городу. И по заявлению заместителя председателя правительства страны Ольги Голодец, это то, что доктор прописал. Сегодня государство на всех уровнях бюджета тратит на физическую культуру и спорт 522 миллиарда рублей. Но мы не закроем никогда потребность в инфраструктуре, если мы не переосмыслим систему частного государственного партнерства. И мы должны сделать так, чтобы предпринимателям стало выгодно вкладывать деньги в физкультуру и спорт. Впрочем, чтобы бассейны, катки и спортивные залы не пустовали, хорошей инфраструктуры недостаточно. И одно из решений, как привлечь россиян к спорту, уже найдено. Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность ввести налоговые вычеты на расходы, которые жители страны потрасят на спорт. Допустим, вы ходите в фитнес-клуб, в бассейн, платите деньги, годовой абонемент. Мы хотим дать право гражданам, взрослым, которые занимаются регулярно спортом, право на налоговую вычет. Представили на форуме и новинки в сфере бесплатных форм активности. Так, на Чебоксарских улицах скоро появятся тренажеры, нагрузку на которых можно будет отрегулировать под себя. А во время занятий заодно подзарядить телефон. Оборудование будет выпускать наш завод игрового оборудования. Чтобы зарядить телефон, приходится подкрутить педали. Может любой прохожий сесть, зарядить телефон и заодно покрутить, набраться сил, здоровья. Сколько времени вам придется энергично крутить педали, чтобы до 100% зарядить с нуля? Ну, зарядка идет так же, как от розетки, к примеру, в таком темпе. Михаил Пасынков со спортивным инвентарем не расстается даже на официальных мероприятиях форума. Говорит, он ходячий во всех смыслах пропаганда здорового образа жизни. Посмотрите на меня, да? Два года назад я весил 108 килограмм. Что? Да, вот реально я весил 108 килограмм. Сейчас я вешу 82 килограмма. Если Михаил – пример того, что движение может дать одному человеку, то Николай Валуев, пожалуй, как нельзя лучше, сформулировал, что спорт даст обществу в целом. И почему Россия должна быть спортивной державой. Спорт – это просто часть жизни страны. Не только гордости и самосознания, но это та сфера, которая очень важна людям. Это не только экономика, это еще то, что говорит о мощи страны. Ведь мы не можем все время доказывать военным способом свою мощь. Мы обязаны это делать прежде всего мирным путем, и для этого спорт. Ольга Пырычкина, Бахтияр Велиев, Республика. В Москве в павильонах ВДНХ стартовала выставка «Золотая осень». В этом году крупнейший агрофорум проходит в 20-й раз. В деловой программе десятки круглых столов, панельных сессий и презентаций. На 4 дня в Москву приехали аграрии со всей страны и за рубежа, чтобы выставить на показ свои достижения и наладить партнерские связи. География выставки широка, так же, как и ассортимент представленной продукции. Адыгейские сыры, камчатские крабы, крымские фрукты. Здесь же, в павильонах ВДНХ, аграрии презентуют современную технику и передовые препараты для защиты посевов. Накануне председатель правительства страны Дмитрий Медведев поставил приоритетные задачи. Необходимо развивать экспорт и наладить глубокую переработку продукции. Это продовольственная безопасность страны, это стабильно высокие урожаи, более 100 миллионов тонн зерна уже 5 лет подряд. Растущий экспорт нашей сельхозпродукции свою роль сыграла и поддержка государства. За 6 лет из федерального бюджета мы направили в аграрно-промышленный комплекс 1 триллион 200 миллиардов рублей. Благодаря господдержке в Чувашии растет количество фермеров, которые вводят в оборот залежные земли и реализуют инвестиционные проекты. Продукцию сельхозпредприятий региона поставляют и в другие страны. На сегодняшний день в Чувашской республике реализовывается 42 инвестиционных проекта. Есть среди них крупные, есть чуть поменьше. В целом общая сумма инвестиций только в этом году более 6 миллиардов рублей. Что касается инвестиций в животноводстве, единовременно сегодня строятся новые комплексы. Среди них очень современные инновационные комплексы. Даже в России нет некоторых из них, которые строятся по этим технологиям. Единовременно строятся комплексов на 7 тысяч стойловых мест. Строятся новые овощи, картофельные хранилища, зернохранилища. Это тоже очень важно для того, чтобы мы могли сохранить и в нужный момент, в зимнее время, когда цена не с полю продать, когда цена становится выше, продавать с хранилища. Сегодня были подписаны и стратегические документы. Корпорация «Уралхим» будет поставлять в республику удобрения по льготной стоимости и беспосредников. У нас есть определенный опыт улучшения урожайности, используя наши передовые технологии, наши передовые удобрения. Поэтому мы хотим приехать вместе с лучшими хозяйствами, встретиться и предложить инновации. И если инновации будут распространены на этих лучших хозяйствах, они могут увеличить производительность, они могут увеличить эффективность производства. И вместе мы будем потом распространять на всей территории Чувашии. Соглашение о взаимодействии было подписано и 41-м железнодорожным заводом Москвы. Здесь планируют выпускать хмелесушильные комплексы. У нас такая концепция. Один комплекс, одна крыша. То есть под одной крышей собирается весь перерабатывающий комплекс, начиная от комбайна и заканчивая упаковкой конечной продукции. То есть прессование и так далее. Во-вторых, преимущество такое, что используется еще и большая территория второго этажа для кондиционирования хмеля. На выставке «Золотая осень» аграрии борются за медали. Сразу 39 предприятий региона представили свою продукцию в более чем 70 номинациях. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. Несмотря на солнечную и относительно сухую погоду, в республике растет количество больных ОРВИ. И хотя случаи гриппа не зарегистрированы, специалисты не исключают его прихода. Избежать заболевания поможет вакцинация. В Чувашии прививочная кампания от гриппа началась еще летом. К настоящему времени привиты почти 20% жителей республики. В эпидсезоне 2018-2019 применяются вакцины, содержащие актуальные штампы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Вакцины в больницах республики достаточно. Прививаться необходимо и детям, и взрослым, и беременным женщинам. Осложнения после прививки могут быть, но их бояться не стоит, отмечают врачи. Осложнение после прививки может быть местный инфильтрат. То есть это покраснение местной инъекции. Он может держаться 48 часов. Также может быть температурная реакция небольшая, до 38 градусов температура. Но вот эти явления, как насморк, например, боли в горле, это уже не проявление прививки, это уже заболевание, которое наложилось на прививку. Анастасия Киликаева, студентка университета, прививается ежегодно с 18 лет. Польза есть, утверждает она. После прививки я абсолютно не болею. Я даже стараюсь своих знакомых, родственников агитировать на то, чтобы они своевременно делали прививку от гриппа. Если все же ребенок заболел, не нужно заниматься самолечением или искать советы в интернете, говорят врачи. Необходимо обратиться к специалистам. Если ребенок заболел, то самое главное, ребенка необходимо изолировать, поместить в отдельное помещение, проводить ежедневно влажную уборку утром и вечером, проветривать, вызвать врача, потому что нельзя с больным ребенком ходить по улицам, в поликлинике. Если температура превышает 38 градусов, то необходимо вызвать скорую помощь. В случае необходимости такие дети госпитализируются в инфекционный стационар в городской детской больнице номер 2 по улице Гладково, дом 15. Вакцинация поможет избежать и осложнений после болезни, а усилит оздоровительный эффект соблюдения простых правил. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, принимать витамины. Чаще мыть руки с мылом, носить в общественных местах маски и есть фрукты. Ольга Алексеева, Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика. В лечебно-исправительном учреждении для женщин, отбывающих наказание за преступления, связанные с наркотиками и алкоголем, открылся реабилитационный центр «Аврора». Это стало возможным благодаря Межрегиональному фонду помощи заключенным. Его проект «Территория партнерства» получил грант президента России на создание центров реабилитации в исправительных учреждениях. Не секрет, что многие из осужденных, сначала ведя асоциальный образ жизни, а затем находясь за колючей проволокой, утрачивают навыки жизни в нормальном обществе. В центрах реабилитации их будут готовить к возвращению. Тот, что открылся в цивильской женской колонии, уже 18-й по счету. Это отдельное помещение, в котором есть собственные санузелы, кухня, комната для занятий и отдыха, кабинет психолога. В обустройстве активной участия принимали и первые новоселы. Очень много сделали наши девушки, которые работали. Они очень и очень старались. Вот даже мелочи какие-то, которые они делали, которые они старались, они долго сидели, долго приходили вечером, утром. Я знаю об этом, сколько они вкладывали сил в это. Занятия с психологом предусмотрены для всех осужденных, а их в ЛИУ-7 более 700. Но в центре реабилитации специальная программа, требующая немало душевных сил и времени. Находясь в состоянии длительной ремиссии, вынужденной ремиссии в местах лишения свободы, у них складывается впечатление, что они в принципе выйдут на волю и также смогут отказаться от приема химических препаратов. Но социум диктует немножко другие условия, под которые отстраиваться бывает трудновато. Здесь, конечно, будут направлены на то, чтобы их готовить к этим трудностям, какие-то моменты с ними обсуждать. Их внутренняя готовность должна быть в первую очередь. Перевод в центр реабилитации – своего рода поощрение. Бытовые условия в нем, если не домашние, то сильно отличающиеся от жизни в общежитии. Но главное преимущество – здесь есть возможность побыть наедине с собой и подумать о своей будущей свободной жизни. Переоценить вообще свои возможности себя, самореализоваться, научиться оценить то, что раньше я даже не замечала комфорт. Как вы видите, тут комфортно, уютно. И каждый человек стремится внутри себя этот комфорт приобрести. Оставить старую прошлую жизнь, я думаю, с помощью психологов, медработников, администрации я пойду по этому пути. И будет у меня все хорошо. Морально-психологическая подготовка в центре начинается за полгода до предполагаемого освобождения. И это дело добровольное. В других исправительных учреждениях Чуваши подобных центров реабилитации пока нет. Вместо школы в Кванториум. В Чебоксарах начался новый образовательный проект. Теперь для учеников столичных учебных заведений практические и лабораторные уроки по химии, физике, технологии учителя проводят в технопарке. Десятиклассник Александр Митрованов таким изменениям в учебном плане очень рад. В данный момент мы, как вы можете увидеть, проводим эксперимент. Мы варим определенный раствор с особым пигментом розового цвета. И изучаем его свойства в зависимости от магнитных волн. В Кванториуме просто колоссальный диапазон, просто огромные возможности в проведении лабораторных работ, различных экспериментов. Учителя здесь, ну, профессора. Пока старшеклассники ставят опыты в нано-квантуме, ученики помладше изучают технологию в проектах в робо-квантуме. У нас ведет занятие Лев Андреевич, это наш учитель информатики одновременно в школе. И получается, с ним мы проучились один год в Кванториуме, в IT-квантуме. Изучали мы языки программирования, такие как питон. Си плюс плюс чуть-чуть трогали, но совсем чуть-чуть. Потом, этот же год, одновременно мы ходили в Кванториум как с школой. То есть у нас были интегрированные занятия, и уроки у нас стояли прямо в Кванториуме. У нас здесь была химия, биология, потом IT-квантум и робо-квантум. Мне очень нравятся здесь роботы. Также здесь есть комплекты разные, эволювектор, например. Там мы изучаем основы физики, то есть основы электричества, физики. Во время занятий используется не только оборудование технопарка, но и весь расходный материал. Преподавать дисциплину в таком формате нравится и учителям. Здесь сразу практическая часть, которая практически не задействована в рамках обычной школы. То есть столько, скажем, лабораторных и практических работ с оборудованием мы не всегда можем провести на базе школы. А здесь, в частности, если взять робо-квантум, мы здесь основы электроники проходим на уроках, физики, микросхемы собираем. Дальше работаем с лего-конструированием. Кстати, кроме традиционных школьных предметов, в кванториуме ребята дополнительно изучают и профессии будущего, осваивают инженерное проектирование моделей космических летательных аппаратов, материаловедения и нанотехнологии, электромонтаж и ведение в IT. С 1 сентября в Чебоксарах стартовал муниципальный проект «Школа плюс кванториум». Участниками являются 11 школ города Чебоксары. Другие школы также могут присоединиться к этому проекту. Им необходимо обратиться к руководству детского технопарка и заключить соглашение договора и работать в рамках этого проекта.